всем привет ну что суббота и сегодня достаточно поздно начинаю записывать видео не было времени вообще уже думал может не записывать но нет раз уж я обещал ну тем кто вчера был на стриме а стрим у нас вчера был в instagram всем спасибо кто забежал как всегда нас там было немножко но очень душевно обсудили разные темы я сказал что сегодня видос будет видос будет не про л-ку же вы уже знаете о чем о каком альбоме сегодня пойдет речь и сегодня ребята да мы закрываем тему группы мастер будет больше не будет видео о группе мастер будет потому что больше в коррекции альбомов этой группы у меня нету и первый альбом и ну последующий так скажем после альбома colors да забыл называется я покупать в коррекцию не намерен поэтому если кто-то хочет обзор можете мне выслать диск обсудим посмотрим туда но в целом моя коллекция заканчивается и начинается наверно заканчивается вот на этом диске потому что почему заканчивается потому что так как 2 альбом мастер боя он вышел как бы последний по очереди да ну вот как то так потому что этот альбом все-таки не столь да не столь хитовый как 3 4 и 5 третий четвертый и 5 с линда рог и да поэтому ну как бы я его так оставил 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 но потом ну и наверное я так подумал что надо завязывать с группой мастер бой ну и тут да для тех кто этот альбом не слушал есть такие среди вас пишите есть такие кто этот альбом кто слушает танцевальную музыку еще не послушал вот интересно да есть или нет напишите и вот для них скажу да что этот альбом это конечно можно считать что сольный альбом трикси трикси я не называю трейси может быть по ошибке каком-то то у меня там пишите как ты мог назвать слова не воробей как говорится в общем сольный альбом можно сказать трикси дель гадо потому что в принципе в этом альбоме рэпа нету да а трикси дель гадо пришла в группу после выхода вот этого первого альбома да вот если картинка мастер бой family вот и собственно говоря все песни все 4 13 треков ну скажем 12 треков с ремиксами вместе 12 треков а в принципе она испела как главный хит из альбом вышел в 93 году главный код первый сингл который отсюда вышел это была композиция фон тренс она здесь представлена в оригинальной версии она здесь представлена в так называемом орган микс и ремиксы by ps bumpers ps bumpers если я не ошибаюсь у нас на обзоре с вами вроде был вот это такой основной почему-то считается отсюда хит хотя как по мне здесь естественно 13 треков для тех кто знает знают да люди для тех кто нет нет идет композиция everybody needs somebody 93 год мастер будет выпускает видеоклип на композицию everybody needs somebody томми здесь уже читает исполняет наверно правильнее пускать рэп партий и вот эта песня первый такой успешно коммерчески успешный хит группы мастер бой вот вышла everybody needs somebody и все потихоньку пошла популярность вышла что там дальше у нас вышло feel the heat of the night да i got to give it up is this love ну это чуть позже ну вот наверное everybody needs somebody потом ну либо i got to give it up либо feel за хитов знать я уж не помню сейчас честно как они там выходили по очереди но и everybody needs somebody кто меня смотрит давно вы знаете это у меня окно открыто вот сейчас на мотоциклы гоняют вот может быть слышно за и в больнице бай это моя любимая песня группы мастер по я ее услышал первую ну видимо поэтому это вот самый любимый трек группы мастер по информации об этом альбоме в сети очень мало опять же мне очень интересный ход нашей любимый ход мыслей нашей любимый трактор рекордс ну раз уж они такие супер переиздатели музыки начало и начала девяностых почему они этот альбом не издали на виниле странно альбом отличный я не скажу что это наверное такой прям евро дэнс такой в классическом понимании но очень хорошая танцевальная музыка может быть даже больше где-то как музыка евро хаос такое да женским вокалом ну могу ошибаться да и вот именно евро дэнс ну наверное в нашем с вами понимании здесь конечно же трек вот everybody needs somebody это прям вот то что надо да но кстати сейчас отвлекусь немножко вчера я вечером сидел щелкала каналы канала у меня два которые я могу пощелкать это мтв 90s и мтв classic мтв classic это американский канал мтв 90s и европейский канал ну по обеим каналам это по обоим каналам ну как то так короче и потому и по другому каналу показывают клипы 90-х годов до по американскому там больше на хип-хоп зациклена по этому европейскому 90s ну там такое более на английскую волну того что было популярно в 90 а у них такой своеобразный вкус лучше было бы на заточено на немецкую волну было бы вот как-то по обшивни да в плане клипов но я редко это смотрю но вечер вечером часе делал на один канал на второй только так вот и там показали клип по нынде на эти столами этот новый и вот ребята чтобы не выходила долл вот мастер будь да клэф технотроник что не выходило после тот же макс мы же кафе да вот все таки в песне то он открыт показали но вот в этой песне почему она была так популярна все таки вот смотря его еще раз так внимательно и слушая музыку с клипом там все таки собралась собрали уже вот на тот момент все самое наилучшее 94 году мне кажется тоже переплюнуть но не удалось ну вот настолько классно сделаны музыка и рэп рэй припев анитры припев герополь хей е е да очень все круто звучит вот эта вставка потом опять куплет рэя музыка яркий клип всегда всем нравится яркие цвета до сих пор да если клип ярким вас как-то сразу при привлекает внимание ну и в девяносто третьем году но это не могло не смогло не сработать все таки наверное вот это пик такой вот евро дэнса техно рэпа как его еще называли танцевальной музыки такого плана все-таки ноу-лимит это вот прям то что надо а для мастер боя то что надо это конечно в этом альбоме это everybody needs a body весь альбом очень классный он выдержан в таком одном стиле вокал трикси дельгада наверное здесь самый лучший мне она не очень нравится в последующих альбомах вы знаете мне больше потом зацепил вокал линды рокка до в альбоме colors но вот в этом альбоме наверное вот идеальный и и голос лег на эту музыку такой получился интересный альбом группы мастер бой для тех кто не слушал этот диск сейчас рекомендую прослу кто не слушал этот диск но слушал скажем так эти альбомы очень рекомендую сейчас послушать этот потому что этот альбом он без рэпа и слушается он по-другому но тем не менее вот эти нотки фирменный стиль группы мастер бой они здесь есть вот эта музыка да вот абсолютно ну и как бы завершая альбом композиция everybody needs a body она как бы завершая альбом плавно переходит так сказать в новую эру группу мастер бой весьма успешную с альбом different dreams с альбом generation of love и colors потом это все пошло опять на спад там опять менялась вокалистка начали они заигрывать с какими того что я не помню как песня называлась такими образно скажем латиноамериканскими какими-то ритмами уже было не то фил за хит там был какой-то рэмикс у них да на крытос хит он по-моему выходил я уж не помню я для меня группа мастер бой закончилась именно именно на альбоме colors потом я их не слушал мне это было неинтересно то что они выпустили года три по моему обратно или уже четыре вот это новая песня где они объединились трикси но это уж совсем не то это уже музыка там современная я не понимаю вроде как вот делали же музыку так долго хорошего которая вот катила почему надо настолько ее осовременить ведь вашу все равно слушают группу мастер бой да это мыс мы новое поколение новому поколению группа мастер бы она не нужна и нужна не будет да она для старых фанатов могли бы все-таки сделать вот в классическом стиле вот dance front же сделал альбом где вот эти звуки все есть я думаю это несложно делается но нет они пошли таким путем сделали какую-то обновленную музыку естественно этой композицией что она есть что и нет а вот этот альбом он такой анкер 93 года вы знаете я люблю альбом 93 года скоро будет еще альбом обзор на альбом один классный 23 года вы на него давно просили обзор но как я вчера сказал на стриме это все вот под настроение хочешь записать обзор на один диск подходишь к полке берешь другой и что-то говоришь о нем да ну вот вот знаете вот этот альбом но я в 90 вообще не знал что он есть и для меня композиция потом когда я уже даже интернет появился я этого не сразу нашел ну спустя какое-то время я его не видел никогда никаких пиратских кассетах здесь очень уже вот во первых внутри да и диск такой в стиле мастер будет этот знак их лицо якобы томис такой улыбки и в кепке да вот они здесь все трое молодые сейчас возьмем буклетик буклетик здесь шикарный это весь буклетик да группа мастер будет но тем не менее хороший альбом очень качественно сделанная музыка очень приятно легко слушается на для тех кто может быть не любит например читатив да там рэп да заходит вообще сейчас мне напишут что очень часто говорю слово да ну вот такая у меня привычка не обращайте внимание сейчас все будут обращать внимание в общем ну собственно говоря и все альбом этот и ни в каких чартах не занимал никаких позиций ну по крайней мере каких-то таких лидирующих и высоких композиция фалан трендс также ничего не занимала но вот единственный тут вот и написано хит сингл everybody needs somebody которая в принципе дала дорогу дальше в евро дэнс музыку группе мастер бой я не очень хорошо воспользовались вот этой возможностью и прошли да вот следующий альбом feel the hit of the night 94 год такой прям расцвет когда был евро дэнса если вот 93 года классные звуки и еще такое начало 94 год у нас был прям вообще просто пушка такая выстрелили все слушали эту музыку везде она звучала мастер бой естественно вот feel the hit of the night и самый успешный что их хит 100 процентов хотя мой любимый everybody needs somebody мне больше нравится по звучанию по музыке но feel the hit of the night благодарна всех сборниках да в то время вот ну что вот такой обзор сегодня ну нельзя было не упомянуть об этом альбоме и надо было заканчивать с группой мастер бой как я рассказал первого альбома мастер будет фэмили у меня нету или ему просто фэмили называется в общем неважно и не будет покупать его не собираюсь также как последние альбомы ну а паркеты вас паркет у вас называлась до песни вот какие-то за и заигрывание у него потом были вот после бома колорс такой латиноамериканской музыкой тогда вообще мода пошла там за седьмом или не помните появилась этой самбо джанейро да и вот мастер бою туда же и реки мартин появился и нерейки и говорите с и вот вы в эту тему мне по латиноамериканская такая музыка мне абсолютно не нравится тут возьмем ту же дженнифер лопес которая появилась вот тогда мне абсолютно не нравится то что я ее звал как актрису я знаю за что она танцевала в клипе там джейн джексон доставил голос да но вот именно в плане вот такое латиноамериканских ритмов популярной музыки в конце девяностых я вот этот латиноамериканскую волну очень сильно не люблю мне нравится например вот из такого латино что-то звуков джипси кингс вот мне нравится из куча моя классная песня еще у них были хорошие треки а вот этот попса там living with a lock от рикки мартина вот это самбо потом появился этот ужаснейший лоу-бега с композицией mambo number five это для меня тошнотворный рефлекс вызывает и вот композиция мастер боя во что они тогда на что они тогда повелись паркеты вас она тоже мне не зашла и мастер бой для меня в принципе навсегда был потерян как вот последующие альбомы для меня были потеряны а вот этот альбом да здесь не разлетается коробочка до сих пор не перестают этот альбом альбом different dreams и два последующих generation of love colors это такая классика с классным звуком с классным звучанием очень все альбомы хорошие мой любимый вот этот потом colors ну потом наверное этот или даже может быть этот они как-то наравне мне этот альбом очень нравится в нем очень хорошая музыка вокал триксе вот там он как надо звучит ну как то так ребята ну что вот суббота сейчас загружу видео суббота да сегодня 23 марта уже март подходит к концу уже апрель на носу в общем время просто летит стремительно вроде бы недавно встречали новый год а уже тут 20 видосов вышло с лишним в новом году ну как то так в общем всем приятного просмотра все смотрите до конца но пока пока